Прогнозы на Олимпию 2021 года. Результаты Arnold Classic Великобритания. Крис Бамстед о режиме в последние дни перед защитой титула. Седрик Макмиллан побоялся выступить на Арнольде. Результаты конкурса Mr. Universe. Об этом и не только, сразу после короткой отбивки. До начала событий, связанных с конкурсом Mr. Olympia 2021 года, осталось всего три дня. Самое время поразмышлять о возможных итогах турнира. Прогноз мужских категорий будет основываться в первую очередь на сухих фактах и статистике. Давайте представим себе призовую пятерку в каждом дивизионе. Начнем с категории 212. На пятом месте, на мой взгляд, окажется Кион Пирсон. Несмотря на то, что на данный момент он является непопедимым в категории 212, все же, как показывает практика, ему пока что не удается показывать пиковые кондиции в новом для себя весе. Исходя из недавнего интервью, у Киона нет конкретного видения решения проблемы качества его формы на сцене. Очевидно, что ему просто нужно больше опыта выступлений. Тем не менее, учитывая, что это первая Олимпия Пирсона в категории, пятое место будет отличным результатом для него. К слову, атлет, который в прошлом году занял пятое место, Ахмат Ашканани, в этот раз, скорее всего, окажется ниже. На четвертом месте будет мистер Олимпия категории Камал Эльгаргни. Несмотря на высокий уровень атлета, он все же будет самым возрастным на сцене. В этом году атлету исполнилось 48 лет. Хоть мы и видели примеры атлетов, довольно успешно соревнующихся в таком возрасте, все же это уже работа на поддержание формы. Речи об улучшении практически не идет. На третьем месте, на мой взгляд, вновь окажется Джордж Питерсон. Во время прошлогоднего выступления у него все еще был запас по весу. По словам самого Джорджа, ему удалось немного прибавить в массе. Поэтому, я думаю, место в тройке ему практически обеспечено. Но из-за следующих двух спортсменов пока это только третье место. Следующим я сразу назову предполагаемого победителя, так как это объяснит и второе место. Победителем я поставлю Дерека Ленсфорда. Это может прозвучать опрометчиво, так как в прошлом году он был лишь четвертым. Тем не менее, Дерек является уникальным атлетом с огромным потенциалом, даже в открытой категории. Он является своего рода биграмми категории 212, если можно так сказать. То есть, единственное, чему ему не хватает, это пиковых кондиций на сцене. Поэтому я сделаю ставку на то, что Хани Рэмбот все-таки поможет ему с этим показателем, и они покажут лучшую форму. Из этого выплывает второе место. Шон Клорида. Шон, по сути, олицетворяет тяжелый труд на пути к мечте. Он действительно продемонстрировал нереальный прогресс за последние несколько лет. Все же, если сравнивать его лучшую версию с теоретической лучшей версией Дерека, Шон, по-моему, проигрывает. Делать прогноз в категории Мэнс Физик достаточно сложно. Исходя из мест, занимаемых атлетами в последние несколько лет, а также чемпионов про-турниров этого года, можно сделать вывод, что у судей нет конкретного стандарта идеального телосложения для Мэнс Физик. Поэтому во многом расположение атлетов будет зависеть от того, как они будут выглядеть непосредственно в день турнира. Мои предположения будут следующими. На пятом месте окажется Андре Фергюсон. Андре Дью также сможет улучшить свой прошлогодний результат и подняться на четвертое место. На третьем месте окажется бывший мистер Олимпия Реймонд Эдмонс. Несмотря на уверенность атлета в своей победе, как показал недавний Питтсбург Про, Кайрон Холден вполне легко может его обходить. Я думаю, что эта ситуация может повториться еще раз на Олимпии, поэтому Кайрона я поставлю на второе место. Ну и победителем опять станет Брэндон Хендриксон. Категории Классик Физик также, скорее всего, особых сюрпризов не будет. Благодаря прошедшему на прошлых выходных Арнольд Классик мы имеем представление о том, на каком уровне сейчас находятся многие топовые атлеты. Поэтому состав топ-5, скорее всего, будет практически неизменным по сравнению с прошлым годом. На пятом месте, на мой взгляд, окажется Алекс Камбранера. На Арнольде он был вторым после Терренса Рафина. Тем не менее, так как там не было нескольких атлетов топов с Олимпией, поэтому они, скорее всего, не дадут ему приблизиться к тройке лучших. Поэтому на четвертом месте я бы поставил Бреона Энсли. Несмотря на абсолютную уверенность Бреона в себе, как ни крути, ему больше нечего делать в классиках. Весовые рамки не позволяют ему существенно улучшаться. Соответственно, той формы, которую он оттачивает каждый год с учетом новых стандартов категории, вряд ли будет достаточно. На третьем месте вполне вероятно может оказаться Роберт Тимс. В этом году он продемонстрировал отличный прогресс. Он сумел обойти бронзового призера Арнольда Логана Франклина, поэтому я думаю, как раз таки он и откроет тройку лучших в категории. На втором месте второй год подряд вновь, скорее всего, окажется Терренс Рафин. Он является крайне сильным спортсменом, все же на данный момент ему нечем крыть ту форму, которую показывает Крис Бамстер. Поэтому при условии, что у Криса все будет хорошо с подводкой и проблемы со здоровьем не подведут его, стресс с арестом сестры, если пройдет мимо его ЦНС, то я думаю, скорее всего, мы увидим трехкратного Мистера Олимпия в категории Классик Физик. Ну и, наконец, открытая категория. На пятое место я поставлю Уильяма Бонека. Несмотря на то, что в этом году он присоединился к Кэмэл Кру и к Олимпии его готовит Абдула, на мой взгляд, с первого раза подобрать ключ к организму Уильяма вряд ли удастся. Очевидно, что они решили выставить более массивную форму атлета, но станут ли кондиции проблемой? В этом вопрос. Как показала практика еще одного нового клиента Абдулы, Акима Уильямса на Арнольде, его видение не является абсолютным прям залогом успеха. На четвертом месте, я думаю, окажется Ник Уокер. У него был крайне успешный сезон. На Арнольде он показал, что может выигрывать у лучших бодибилдеров в мире, но все же пока он не стоял на одной сцене еще с несколькими топовыми атлетами, которых, собственно, мне кажется, ему в этом году обойти пока еще не удастся. Поэтому на третье место я поставлю Брэндона Карри. Я думаю, что пусть и не очень сильно, но ему все же удалось улучшить ноги. Я думаю, этого должно быть достаточно, чтобы войти в тройку лучших. На втором месте, на мой взгляд, окажется Хадди Чупан. Я думаю, что в этом году сыграет роль тот фактор, что он прибыл в Америку заранее. Как показала Олимпия прошлого года, для него даже один день играет огромную роль. Напомню, что в финальных сравнениях судьи ставили его на второе место. Поэтому в этом году он сможет, скорее всего, занять это второе место. Ну и на первое я опять ставлю Биг Рамми. Он точно так же заранее прибыл в Америку. У него есть все необходимые условия для качественной подготовки. Для победы ему нужно выставить качество как минимум не хуже, чем в прошлом году, а то и лучше, что, в принципе, вполне возможно. Поэтому я думаю, что его сотрудничество с Чадом Николсом и Деннисом Джеймсом принесет ему вторую победу подряд. Здорово, бро! Сделаешь мне протеинчик? Подожди, так у тебя что, нет моей протеина? Все приходится с собой носить. На! О, так и ролик-то у тебя вон правильный на экране. Лучший бренд спортивного питания MyProtein. Европейская продукция, которая напрямую из Англии доставляется к вам в Украину, Казахстан и Россию. Залетай на сайт, используй промокод S-FASA и получай скидку вплоть до 42%. Активная ссылка в описании под этим видео. MyProtein и спортфаза forever вместе! А теперь давайте перейдем от результатов предполагаемых к результатам реальным. Со 2 по 3 октября прошел первый в истории Arnold Classic Великобритания. В его рамках проходил турнир по бодибилдингу в четырех категориях. Кратко о результатах. В категории бикини победила Фиби Хэгган. В женском фитнесе первой стала Мишель Менсах. Среди атлетов Менс Физик первое место занял Райан Терри. В классиках победителем стал Майкл Дабул. Ну и в открытой категории ожидаемо победил Нейтан Диаша. Стоит также отметить серебряного призера турнира атлета из Нигерии Сэмсон Дауда. Он показал действительно впечатляющую форму и практически на равных боролся с Нейтаном, что стало неожиданностью для многих. Интересно будет посмотреть на него теперь в будущем. Все победители категории получили квалификации и очки на Олимпию 2022 года. Вторым событием по значимости в рамках нового Арнольда стал турнир по Стронгмену. Он насчитывал 10 участников и проходил в пяти упражнениях. Золотой и серебряные призеры недавнего финала Джайантс Лайф Тур, братья Люк и Том Стольтманы, были вынуждены прекратить участие после первого и второго упражнения соответственно. Сделано это было для предотвращения травм. Итак, на третьем месте оказался Трей Митчелл. Вторым стал наш Алексей Новиков. Ну и первым чемпионом турнира стал Эван Синглтон. Алексей и Эван по итогу собрали одинаковое количество очков. Но Синглтон получил победу, так как опередил Новикова именно в последнем упражнении. Также тройка лучших получила квалификацию на турнир World Strongest Man 2022 года. Еще одним турниром, прошедшим в эти выходные, был Мистер Юниверс в рамках Элит Про Лиги. Благодаря хайпу, созданному вокруг скандалов Крижаника, турнир получил свою долю освещения и в зарубежных СМИ. Опять-таки, кратко о результатах. В категории бикини победительницей стала Лина Беджарану. К слову, Анна Скворцова, спортсменка из Украины, стала здесь четвертой. В категории фитнес первое место заняла Адела Андреевичева из Словакии. А еще одна украинка Алина Яман стала второй. В категории велнос чемпионкой стала Лекси Оливер из Бразилии. А среди мэнс физик лучшим вновь стал украинец Дмитрий Горобец, что стала 20-й победой атлета среди профессионалов Элит Про. Ну а в открытой категории свое победное шествие продолжает Михаил Крижаник. Поздравляем атлетов! А теперь поговорим о том, на что идут атлеты ради того, чтобы завоевать те самые желаемые первые места. Действующий мистер Олимпия категории классик физик Крис Бамстед в своем блоге на ютуб продолжает детально освещать свою подготовку. В этом году он очевидно более открыт к своим фанатам, свободно демонстрируя как форму, так и детально описывая свой режим при подготовке. Несмотря на то, что текущий год выдался довольно насыщенным для Криса, по его словам, он нашел для себя то состояние спокойствия, которое помогает ему справляться со всеми трудностями в жизни. Совсем недавно Бамстед сообщил о том, что стал соучредителем в компании Спортпита и на протяжении последних нескольких месяцев активно работал над развитием своей компании. Тем не менее, основным приоритетом он, конечно же, ставит подготовку. В последнем влоге Крис поделился своим рационом за полторы недели до Олимпии. Он сообщил, что на данный момент общий объем потребляемых им калорий составляет от 1500 до 1800, в зависимости от того, есть ли в этот день силовая тренировка. Также даже в дни отдыха Бамстед выполняет как минимум 2 часа кардио в сутки. По его словам, в этом году он впервые за несколько лет опустился до этого уровня интенсивности уже за пару недель до Олимпии. Крис планирует улучшить качество своей формы на сцене по сравнению с прошлым годом. Также он утверждает, что ему опять удалось улучшить свою спину. Тем не менее, пока что не хочет показывать ее открыто, убеждая, что лучше он приберег для сцены. Самочувствие, по его словам, оставляет желать лучшего, но тем не менее, эти жертвы доставляют ему удовольствие, так как он знает, что это однозначно будет того стоить. Также хотелось бы пару слов сказать о его сестре Мелиссе. В одном из прошлых выпусков я рассказывал вам о том, что она была арестована по обвинению в хранении запрещенных веществ. На данный момент появилась новая информация по этому делу. Во-первых, стало известно, что обвинения все же коснулись только ее одну. Крис, либо ее муж Йен не были привлечены к делу. Во-вторых, все обвинения Мелиссы третьей степени. Это означает, что у обвинения нет достаточных оснований, чтобы инкриминировать ее в сбыте. Для Мелиссы это хорошая новость. Суд по этому делу назначен на 14 октября. На данный момент со стороны Мелиссы не представлен адвокат, соответственно, на перенос дела она пока что рассчитывать не может. Поэтому вполне вероятно, что совсем скоро мы узнаем, что ей грозит от этого дела. Она планировала выступить на турнире в Европе в ноябре этого года. Посмотрим, не станет ли суд для нее помехой. Еще один атлет, который планирует выступить этой осенью, Седрик Макмиллан объявил о дате своего следующего выступления. Официальный аккаунт турнира Legion Sports Fest в Инстаграме сделал пост с подтверждением участия Седрика в турнире. По его словам, Макмиллан чувствует себя как никогда здорово и поэтому готов выступить на турнире. Турнир пройдет с 22 по 24 октября. Казалось бы, ничего необычного в этой новости нет, но хотелось бы напомнить вам, что изначально Седрик был заявлен на Arnold Classic. Тем не менее, выпал из линейки участников буквально за несколько недель до турнира. А официальной информацией причиной было названо восстановление от травм. При этом спустя ровно 4 недели он может выйти на сцену. Очевидно, что подготовка Седрика не укладывается в эти 4 недели, поэтому можно сделать вывод, что готовится он уже давно. Среди фанатов спорта начались обсуждения того, что Седрик просто-напросто здраво оценивал свои шансы и вполне возможно понимал, что с той линейкой атлетов, которая была на Arnold'е, у него не было особых шансов на победу. Соответственно, тратить силы на него не было смысла. Вероятно, Седрик также заранее решил обеспечить себе квалификацию на следующий год, выбрав турнир, который топы Олимпии наверняка пропустят. Среди заявленных на этот турнир на данный момент также числятся Сержи Олива-младший и Макс Чарльз. Скорее всего, они и сформируют тройку лучших. Насколько конкурентной остается форма Седрика с учетом его долгих перерывов от сцены, а также возраста, узнаем уже через пару недель. На этом все, друзья. С вами был Алексей Мокшин и максимально лаконичный, скороговорящий выпуск Спортфаза Ньюз. Всем спасибо за просмотр. Пока!